За пять тысяч лет этот город видел Великих военачальников, полководцев и императоров всех времен и народов Соратников Чингисхана, властелина мира Тимура и правителя Золотой Орды Тахтамыша Турецкого султана Селима и основателя государства сефевидов Шаха Исмаила Льва Ирана Шаха Аббаса и грозу вселенной Надир Шаха Был здесь и российский император Петр I Возникший в древности на границе Европы и Азии Дербент стал хранителем мировой духовности и центром становления и распространения трех религий Иудаизма, христианство и мусульманство Вековое сосуществование традиций и культур народов разного вероисповедания Передавались потомкам как бесценное наследие Город Дербант, по персидски узел ворот, был основан как город-крепость северной границы персидских владений По велению иранского царя и из Дегерда II династии Сасанидов В начале стены будущей крепости были из глины И лишь столетия спустя при хосрове I Анушарвани началось возведение каменных стен Сначала строилась цитадель и северная стена города Затем параллельно северная и южная Две длинные городские стены полностью перекрывали проход и уходили в море Образуя удобную гавань На западе стена от цитадели уходила на 40 километров в горы Чтобы враги не могли совершить обход по горным долинам и перевалам В VI-VII веках Дербент боролся с кочевниками В 630-х годах был захвачен хазарами В 652-м у его стен появились арабы С включением Дербента в состав арабского халифата И обращением большинства жителей в ислам В городе строится множество мечетей Соборная Джумма-мечеть построена в начале VIII века Она входит в пятерку самых древних мечетей мира В X веке арабский халифат распался Дербент стал центром независимого Эмирата Позже город находился под властью Тамерлана Входил в состав Золотой Орды Был ареной ожесточенных войн между персами и турками Пока в начале 1722 года сюда не пришел Петр I Во время Каспийского похода Петра Великого Дербент покорился России добровольно Поднеся государю ключи от города В 1813 году Дербент окончательно присоединяется к России В цитадели на рынке Ла сохранились остатки дворцовых комплексов различных периодов Крестово-купольный христианский храм IV-V веков нашей эры Формы и конструктивные особенности которого совпадают с христианским памятником V века в итальянском городе Равенна Развалены семи дворцовых комплексов албанского, античного, сасанитского и арабского периодов Водохранилище XI века Подземная тюрьма Зиндан XII-XIV веков Построена в виде кувшина пирамиды с наклонными внутренними стенами Чтобы узники не могли выбраться Ханские бани XVII века Представляют собой сводчатокупольные сооружения Освещаемые светом через специальные отверстия в куполах и сводах Ханский дворец и ханская канцелярия XVIII века Гауптвахта, возведенная в 1828 году на искусственно выровненной площадке, обращена в сторону моря Средние ворота южной городской стены, арта Капы Относятся к числу древнейших в городе и датируются VI веком Вторые ворота южной стены боят Капы VI-VII век Бестужев-Марлинский в начале прошлого века писал о Дербенте Все дома родились слепыми Все их черепа были расплюснуты под адской пятой Все они пищали от тесноты, ущемленной между высоких, длинных, предлинных стен Все вместе походило на огромного удава Который под чешуей домов растянулся с горы на солнышки И поднял свою зубчатую голову крепостью на рын А хвостом играли в Каспийском море Дербент издревле был важнейшим пунктом Великого Шелкового пути По которому шла торговля Европой и Азией Поэтому попытки завоевать этот город не прекращались почти никогда В верхней старой части Дербента, примыкающей к цитадели Типичный мусульманский средневековый город с сетью узких кривых улиц На которые выходят глухие фасады одно- и двухэтажных домов В магалах, кварталах старого города, живут мастера и музыканты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В магалах живут свои поэты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В магалах пекут свой хлеб хлебопёки Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дербент Дербент – первый город в России, где начали производить шелк, бумагу и варить мыло. Наряду с торговлей и ремеслами дербентцы занимались и сельским хозяйством. В окрестностях Дербента произрастал виноград и шафран, разводилась марена, из которой получали дешевый и качественный краситель. И сегодня в городе не забыты традиции настоящих мастеров. И сегодня также продолжают делать ковры, руководствуясь старинными техниками изготовления. Натягивают шерстяные нити для основы. Именно шерсть придает коврам дербента неповторимую мягкость. При этом их цвета никогда не потускнеют, так как при покраске шерстяных нитей используются только натуральные красители из различных растений. Возможно, в этом удивительном соединении технического прогресса дней сегодняшних и древними традициями мастерства и заключен секрет живучести дербента. Десятки бурных веков не смогли сравнять с землей стены городской крепости, как не смогли погасить талант местных ткачей, ковров и виноделов. Город славится многовековыми традициями искусства виноделия. В Дербенском районе ежегодно собирают около 100 тысяч тонн винограда. А в аромате очень хорошо превалирует черносливный тон, тон вяленой груши. Ты чувствуешь, Городинский, немножко сигарный тон, тон сигары. На международных конкурсах наши коньяки завоевали 9 супергран-при, 12 гран-при, 168 золотых, 12 серебряных и 3 бронзовых награды. Сегодня градообразующее предприятие Дербенский коньячный комбинат выпускает десятки марок отличных коньяков и вин, многие из которых марочные и имеют широкую популярность. А коньяки Москва и президент являются протокольными напитками аппарата президента Российской Федерации. Это шоколад, прелесть. На коньячном комбинате работают люди различных национальностей. Азербайджанцы, армяне, евреи, торгинцы. Традиции наши. Свадьбу вместе проводим. Не дай бог там какие-то бывают горестные дни. И тоже мы вместе друг друга поддержим. Поэтому нас как одна семья. У нас по-другому. Никаких национальных разногласий не бывает. А вообще, если виноделам доверили бы мир за бокалом коньяка хорошего, они могут решить все проблемы, которые есть в мире. Дай бог, чтобы был мир. Дай бог, чтобы был нашим порядок. Чтобы люди жили хорошо, пили хорошее вино, хороший коньяк, только в меру. Друзья мои, за что мы пить решили? За что мы первый тост провозгласим? За солнце. Мы ей богу не грешили, своих любимых сравнивая с ним. За то, чтобы в мире было вдоволь хлеба. Чтоб жили все и в дружбе, и в тепле. Всем людям хватит места на земле. Как волнам море, и как звездам неба. Я пью за то, чтобы на белом свете опять до неба пламя не взвелось. Я пью, друзья, за то, чтобы нашим детям пить за друзей погибших не пришлось. И пусть вражда народам глаз не застит. Пусть ложь не затуманит честных глаз. Короче говоря, я пью за счастье. Провозглашаю, люди, тост за вас. Этот завет великого дагестанца Расула Гамзатова свято чтут в Дербенте. Один из древнейших городов мира стал дипломантом премии ЮНЕСКО за содействие толерантности и ненасилию имени Маданжита Синкха. Дербент – первый российский город, удостоенный этой награды за сохранение традиций культуры мира и ненасилия, выработанных жителями этого города. В Дербенте в мире и согласии проживают представители самых разных конфессий и национальностей. Лизгинцы и азербайджанцы, табасаранцы, даргинцы, евреи, русские, огульцы, армяне, чеченцы, рутульцы, кумыки, аварцы, лакцы – всех не перечислишь. ЮНЕСКО Субтитры делал DimaTorzok Дербенцы умеют хранить память о своих предках. Дербенцы чтут религии своих предков. Дербенцы умеют хранить память о своих предках. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok